Всем привет! Сегодня будет необычное видео. Мы раскурочим портативную колонку. Посмотрим, как она выглядит внутри и что интересного там есть. Думаю, у многих возникало такое желание узнать, как все упаковано в этом маленьком корпусе. Подопытной будет портативная акустика C-Audio M600D. Доверю ее нашим ребятам, они давно хотели что-то разобрать. Сразу скажу, что колонку будем разбирать впервые, поэтому гуру этого дела не судите строго. Тут больше не пошаговая инструкция, а подход в духе, что получится, если разбирать самому и без опыта. Как всегда, самое сложное сделать первый шаг. Сначала кажется, что корпус неприступный, все четко подогнано и попробуй разберись, где нужно ковырнуть. Слабым местом показались торцы, с них и начали. Окантовка на защелках, она тут же поддалась и открыла доступ к шести крошечным винтикам. Откручиваем их и получаем первый свободный элемент – пассивный излучатель. Вот как он выглядит поближе. У него нет магнитной системы, как у обычного динамика. Вся конструкция – это диффузор и мягкий резиновый подвес, а двигаться его заставляют звуковые волны от динамиков, которые распространяются внутри корпуса. Таким образом, излучатель тоже начинает создавать волны. Они складываются со звуком из динамиков и низкие частоты, то есть бас, становятся мощнее. Но хватит отвертки простаивать. Откручиваем винты со второй стороны. Снимаем еще один пассивный излучатель и теперь колонка просматривается насквозь. Видно динамик, немного плату, правда все поверхностно, так что идем дальше. Пробно поддеваем обшивку и она сразу отстает. Еще легче, чем торцы. Выходит, можно было начать и отсюда. Но ладно, все равно цель разобрать ее полностью. Сетка раскрывается, и теперь можно достать внутреннюю часть. Как видите, обшивка от воды не изолирует, вместо этого проклеена сама полоса кнопок. Динамики смотрят в разные стороны, чтобы звук хорошо расходился с любой высоты, на которую поставят колонку. Чтобы наконец-то заглянуть в самое сердце колонки, откручиваем еще одну группу винтов и снимаем прорезиненную часть. На этом моменте появилась уверенность, что все можно будет собрать обратно. Поэтому вспомнили одно из главных правил – не потеряй винты. Добиваем последние из них и пластиковый корпус раскрывается. Вот и добрались до трех главных составляющих портативной колонки – динамиков, электроники и аккумулятора. Первое, что удивляет – это насколько же маленькая батарея. Мне казалось, что она будет побольше. Второй момент – она сама и провода упакованы в поролон. Для чего он нужен? Этот материал используется для демпфирования акустической системы, а именно поглощения части звуковых волн. Без поролона инвертированный звук от динамика не теряет свою силу, отражается от корпуса и мешает следующей звуковой волне. Из-за этого колонка не играет, а бубнит, смешивая средние и низкие частоты в кашу. Чтобы уменьшить этот эффект, тут использовали поролон. Плюс провода не будут дребезжать на большой громкости. Отключаем их от платы и, считай, получаем полностью разобранную одну половинку. Небольшие динамики по 4-5 Вт намертво приклеены к корпусу. Отколупывать их нет смысла. А вот на второй половине есть еще с чем работать. Первым делом, конечно, интересует аккумулятор. Откручиваем два винта, снимаем хомут, очищаем поролон и вот уже аккумулятор во всей красе. 2200 мАч, 3,7 Вольта, размерами немногим больше двух обычных пальчиковых батареек. Хотя размеры размерами, а хватает его для пяти часов работы на максимальной громкости. Или до восьми часов на средней. Неплохо. И, наконец, последнее, что осталось снять – плату. Вот как она выглядит. Довольно компактная, соединена шлейфом с верхней частью, где кнопки и также содержит 3,5 мм джек, порт microUSB и кардридер. Вот такими нехитрыми манипуляциями наша портативная колонка превратилась в набор составляющих. Вопреки отсутствию опыта и ожидания, что придется курочить, ломать и ковырять, получилось очень даже аккуратно. Конструкция рассчитана на разборку, так что колонку вполне можно вернуть в исходное состояние. Лично меня удивила простота пассивных излучателей, наличие поролона внутри и, конечно же, батарейка. Я думала, она будет каким-то несуразным кирпичиком, занимающим половину места. А нет, компактная и по виду похожа на обычные батарейки. Друзья, если было интересно, то дайте знать лайком, подпиской и колоколом. Также пишите, что из внутренности колонки удивило вас больше всего. И делитесь опытом, если щелкаете эту акустику как семечки, и вам есть что интересного добавить. Пока!